По результатам нового протокола, испробованного на Дональде Трампе, я спрашивала нашего постоянного эксперта, молекулярного биолога Ольгу Матвееву. Мы знаем, что президенты лечили целым коктейлем препаратов. Я знаю, что вы следили за протоколом этого лечения. Что в этой комбинации препаратов было привычного, испытанного, а что удивило, стало неожиданным, может быть? Да, был один препарат, который очень удивил. Но я хочу начать как раз не с него, а с моего любимого витамина Д. Я такой огромный пропагандист, потому что столько научных статей выходит. Каждый месяц выходит статья, которая связывает либо тяжелое течение заболевания, либо смертность от ковида с недостатком витамина Д. Если еще связать с предыдущими всеми знаниями о том, что витамин Д помогает очень работать в иммунной системе, помогает бороться с инфекционными, с респираторными заболеваниями. Поэтому то, что президенту дали витамин Д, и то, что Фаучи принимает витамин Д, как он, я считаю, что это очень хорошая просто пропаганда, но пропаганда в хорошем смысле, чтобы люди принимали витамин Д дальше, чем президенты лечили еще. И вот два препарата, они абсолютно ожидаемые. Ремдесевир, который, у него условное одобрение от FDA, его можно применять уже в госпиталях. Вот это тоже, это не новый препарат противовирусный. Он влияет на один вирусный фермент, необходимый для синтеза вирусных частиц. И у него более-менее такая универсальная, видимо, системное противовирусное действие. Он помогает сократить время заболевания, время то, которое человек проводит в госпитале. Сказав это, я перехожу плавно ко второму типу препаратов. Это антитела. Компания Regeneron, моноклональные антитела, они прошли только первую и вторую фазу испытаний. То есть все-таки их некая эффективность, в общем-то, тоже не очень, пока что сильная, показана сравнительно на небольшом количестве людей. Это лечение, которое направлено, это противовирусный препарат, поэтому это нужно в первую фазу заболевания. А вторая фаза, когда собственная иммунная система начинает быть врагом, вот это есть стероидные противовоспалительные препараты, например, дексаметазон показал эффективность. Это старый противовоспалительный препарат. Но вот что очень важно, что его применяли бы именно во второй фазе, когда уже вирус не представляет такой угрозы. И когда можно сказать, что с ним уже иммунная система его победила, но победив, разогналась как автомобиль без тормозов и крушит все на своем пути. Но вот тот факт, что дексаметазон давали президенту, означает, что, значит, пройдя успешно первую фазу, он вошел во вторую, во второй фазе купировали, и вот теперь такое чудесное вселение у него случилось. Это одна из версий. Это было бы немножко странно, потому что обычная фаза длится 7 дней. Тогда можно предположить, что он заболел, и у него симптомы проявились раньше, что все-таки, ну, это все-таки маловероятно. И так быстро представить, что вирус там за 5 дней точно, что уже есть все данные, что вирус не является проблемой, а что проблема... То есть, ну, на мой взгляд, ну, во-первых, мы, конечно, не все знаем. Но есть все-таки показания для того, чтобы применять эти стероидные противовоспалительные препараты. Показания должны быть серьезная. Легочная недостаточность, постоянный уровень кислорода меньше 93%, насыщения. И чтобы маркер, чтобы динамика была, динамика развития заболевания резко отрицательная. Вот. А в воскресенье, вот когда ему дали этот препарат, ну, говорили, что вот у него один раз только опустился до 93, и нужен был обязательно еще какой-то фактор, что вот точно маркеры у него растут, ну, то есть, что вот действительно это опасно. Почему важно? Потому что если ему загасили иммунную систему раньше, чем она справилась с вирусом, даже с помощью этих проверок, то это может иметь отдаленный этот вирус, может сейчас вот как бы размножаться, себя не показывая, вот. И там вот в ближайшие несколько дней шарахнуть еще раз. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. Ольга, ну вот интересно, что на президенте, очевидно, испробовали вот этот вот спектр экспериментального лечения. А что-то этот протокол будет означать для того, как дальше будут лечить простых, скажем так, в кавычках, людей? Есть некая сложность, потому что, конечно, абсолютным критерием является ли препарат полезным или нет, и когда его лучше принимать, это клинические испытания. Если сейчас не случится ничего плохого, и президент выздоровеет, конечно, это огромная реклама для этих препаратов. Вот. И эта реклама, хорошо или это плохо, опять же, это трудно очень сказать, потому что было бы все-таки лучше, если бы они точно прошли третью фазу. Вот. И потому что, мне кажется, это некое политическое давление сейчас будет. NFDA, ну, господи, президента лечили, ничего плохого в мире случилось, он выздоровел, давайте всех так лечить.